Его давно уже поднимали, с 2013 года, когда остались там неделю без воды. С тех пор был у себя и в муниципалитет, и в Кургиз, писали везде письма, и в администрацию. Везде обещали нам, ну, надо было, чтобы признать водопровод бесхозным, передать его в муниципалитет и с последующей передачей водоканала. Все мы сделали, написали в 2013 году, в 2014. Ну, в общем, нас обещали в 2015, в 2016, в 2020 год везде включить, в чистую воду программу. Нигде нас не включили, ничего до сих пор не сделано, но вроде как обещают сейчас сделать. У нас там проблема, водопровод сдан в эксплуатацию в 1957 году, трубы, конечно, одна труха. И гнилые, и еще была проблема, ну, вот прошлый год Панчин Сергей Сергеевич сделал, закольцевал хотя бы, а то у нас было тупиковое, как-то там труба разрушилась, там заварили, не было закольцовки. И поэтому вот в наши тупики висел, вся грязь, вся эта ржавчина забивалась, может быть, причина даже в этом. Сколько лет эта труба заварена была, не знаю. Но урвется сейчас то в одном месте, то в другом. Вот в январе этого года было, в прошлом году в нашем тупике порыв, в этом году тоже три дня сидели там три дома без воды и залило подвал. То есть он нужен ему, нашему водопроводу, ну, не капитальный ремонт, а реконструкции, как говорят, согласно СНИПам. Вот в прошлом году, где-то в ноябре, наверное, проложили пластиковую трубу, как они называют, по магистрали водоканал, но к этой трубе подключили только пожарные гидранты в двух колодцах. Людей не подключили. В июле, когда был сход жителей Юмаковов, тогда сказал, что мы вам поможем решить проблему с заменой совсем. Ну, вот проблем никак все до конца не решится, обещает нам водоканал, но до конца никак не решится. И вот эти наши четыре тупиковые зоны, где из наших 25 домов 16 домов в тупиках оказались, они говорят, что это частный водопровод. Вот водопровод у нас не частный. У нас документов ни в одном доме нет. Строился он в 1957 году, стилизм был. Далима, понятно. Вот суть нам сейчас надо, чтобы вот эту магистраль, которую проложили, к ней подключили не только пожарные гидранты, но и дома хотя бы, которые напрямую врезаются. И решить по нашим тупикам протянуть трубы, сделать колодцы, приключить наши еще 16 домов. Которые вот эти пожарные тупики, ну так земля расположена, что у нас в этих тупиках эти дома. По три-четыре дома в каждом тупике пожарные. Спасибо. Да, Василий Степанович. Здравствуйте всем, уважаемые коллеги. Ситуация там следующая. Так как я принимаю активное участие в этом вопросе, я представлюсь общественным деятелем, юридического не имею, но, соответственно, активное участие принимаю и с этой проблемой я знаком лично. Соответственно, совместно с Павловой заслежкой администрацией, Маим Хосяновичем и, соответственно, у нас представители водоканала, мы встречались с жителями и, соответственно, приняли решение о ремонте, точнее о замене труб. Первичное звено было выполнено, центральная магистральная часть была реконструирована, соответственно. Была приведена установлена пожарная гидранта, как Галина Ивановна сейчас сказала. Это правильно все. Но у нас возникает вопрос, что данные водопроводы в тупиковых участках не находятся на балансе администрации в городе. Хотя эти водопроводы находятся на муниципальной земле. Они не проходят в частных секторах, они проходят именно на муниципальной земле, то есть дороги. Понимаете? Дороги. А от этой трубы уже тогда, которая проходит под этой дорогой, соответственно, идут подключения к этим домам. То есть частное, получается, уже подключение. Сейчас вопрос стоит такой. Вот мы сейчас обсудили этот вопрос, пока мы ожидали вас. Мы обсудили этот вопрос, то, что необходимо вот этих тупиков заменить водопровод и привести его в состояние СНИПа. И, соответственно, принять его на баланс. Поэтому у нас, мы еще обсудили такое предложение, то, что граждане, жители...